Приветствую! Призывают ли сегодня мужчин в возрасте от 50 до 60 лет? Разбираемся с этим вопросом. Поводом поднять данный вопрос стала позиция Волынского областного ТЦК, которую они опубликовали на своей Facebook странице. И вот сегодня мы с вами разберемся в этой позиции, поговорим о том, что происходит в двух других областях, а не только в Волынской области. Ну и, конечно, мы должны начать с предыстории этого вопроса. А предыстория у нас следующая. Ну, во-первых, есть закон о воинской обязанности и воинской службе. И там сказано, что мобилизации подлежат люди, которые имеют статус военно обязанной. Соответственно, статус военно обязанной по этому же закону ОВО и ВС может иметь человек до 60 лет по общему правилу и до 65 лет, если этот человек относится к высшему офицерскому составу. Ну, а большинство, соответственно, касается вот эта верхняя планка 60 лет. И до 60 лет можно призывать. Но месяц назад примерно появляется информация, которую озвучил нардеп Алексей Гончаренко. И он говорит, что Генштаб издал директиву, в которой сказано, что призываем в связи с мобилизацией только в возрасте от 25 до 50 лет. И, соответственно, люди старше 50 лет вздохнули слегка с таким облегчением, что нас не призовут. Вот. Что происходило дальше? Дальше были многочисленные, ну, я так подозреваю, многочисленные адвокатские запросы. И поскольку мои коллеги подавали адвокатские запросы в Минобороны, ну, по поводу того, а есть ли это директива, потому что, как заявил Гончаренко, это директива с грифом ДСК, то есть для службового корыстования. То есть она не будет опубликована. Так вот, одни адвокаты подавали адвокатские запросы, другие, такие как я, решили понадеяться на то, что можно попробовать быстрее получить информацию. Я подал как физическое лицо. Вот. Здесь, кстати, была моя ошибка, потому что я знаю, что другие адвокаты уже получили ответы, а я до сих пор ответ так и не получил. Ну, видимо, вот с точки зрения министерства, получается, я на втором месте, да, вот физическое лицо Лукьянчикова, он все-таки стоит на втором месте после адвоката. Лукьянчикова надо было подавать адвокатский запрос. Но суть не в этом. Суть в том, что те, кто подавал адвокатский запрос и те, кто не подавал адвокатский запрос, по сути, ответа на свои вопросы не получили. Почему? Потому что гриф ДСК. Все. И мы на сегодняшний день достоверно не знаем, есть ли такая директива, а если есть, то что в ней написано. И вот сегодня Волынский областной ТЦК публикует свою позицию по данному вопросу. И сейчас мы ее с вами почитаем и, соответственно, разберемся, что же нам ждать. Будут ли призывать людей в возрасте от 50 до 60 лет. Вот так выглядит этот пост, но я предлагаю его читать не полностью, а ту часть, которая вот, ну, самая интересная, скажем так. И из самого интересного мы видим следующее. А что до сенсации навколо новини, что человеки веком від 50 до 60 лет не будут мобилизовать, зазначаемо, что заборони щодо призову на військову службу громадян данной вековой категорії немає. Есть соответственно распоряджение щодо мобилизации людей данного века, однако этот документ регулирует процедуру призову вказанной категории людей и, власне, призначенный лишь для службового использования. То есть нам здесь прямо говорят, что запрета нет и призывать в возрасте от 50 до 60 лет мы можем, а тот документ, который есть, он касается порядка призыва. Здесь, кстати, что интересно все-таки, а что же с порядком призыва тогда, да? То есть вот эта позиция, которая ясности нам не добавила, для нас теперь вопрос, а какой же порядок призыва этой категории граждан? Почему он другой? И в чем его отличие? И почему он, опять же, до сих пор для ДСК? Но решать не нам, решать совсем другим людям. Дальше читаем. Само тому наразе в Украине человеки в вид 50 до 60 роки мобилизуют встановленным порядком. Это означает, что громадяни векам понад 50 лет, которые не имеют звольнения от ВСС за станом здоровья или других законных условий, поднягают мобилизации на общих условиях. Варто зауважить, что в час мобилизации основная увага придется визначению придатности до службы за станом здоровья, військовой специальности и наявному досвиту. Таким чином, если особа векам понад 50 лет отвечает выше указанным критериям, она может быть мобилизована для выполнения задач, связанных с обороной государства. Отже, мобилизация громадян векам 50-60 роки в Е правомирное, то такое еще целком и полностью відповідає нормам чинного законодавства. А соответствует ли действующему законодательству Украины вот такая позиция Волынского областного ТЦК ЕСП? На мой взгляд, да, соответствует. И я уже чувствую, как кто-то из вас пишет в комментариях, ну как ты можешь это утверждать? Ты же сам только что сказал, что ты не получил ответ от Минобороны. Ты не видел директиву и не знаешь, что там написано. А вдруг там написано «возраст мобилизации до 50 лет». Да, возможно, там так и написано. Но директива не является частью национального законодательства. Возраст мобилизации, он определяется законом. И когда ТЦК пишет, что возраст мобилизации выше 50 лет и что людей от 50 до 60 лет можно призывать в связи с мобилизацией в Украине, эта позиция действительно соответствует законодательству. Да, она, безусловно, многим людям не нравится. Как в принципе не нравится то, что у нас в стране война, в связи с которой у нас и объявлена мобилизация. Но это уже другое. Да, это то, на что мы сейчас не в силах повлиять. Мы не можем остановить боевые действия в нашей стране, к сожалению. Но с точки зрения законодательства, если мы даем оценку, да, эта позиция ему соответствует. При этом нужно учитывать еще и практику. А вот практика других ТЦК, она очень интересна. Я в своем телеграм-канале уже публиковал информацию, отзывы моих подписчиков, да, которые пишут, что меня остановили на блокпосту, посмотрели мой паспорт, увидели, что я старше 50 и не призывают. И когда я вот сделал эту публикацию, еще больше людей начали писать, что а у меня тоже проверили возраст и отпустили. То есть у людей, у многих проверяют возраст и не проверяют даже военно-учетные документы. Но обращаю внимание ваше, что эта практика получается, она не по всей территории Украины. И знаете, что интересно? Когда мы сталкиваемся с такой практикой, мы снова задумываемся, а что же написано в той директиве? Вот это до сих пор остается такой, такой очень загадочной информацией для нас. И вот, ну не знаю, мне не нравится, что мы сидим и гадаем. Мне кажется, что было бы более правильно все-таки в таком вопросе сыграть в открытую, скажем так, да, и сказать своим гражданам, что не призываем мы там 50-летних, да, или призываем. Почему? Потому что, ну, я подозреваю, что те, кому не нужно это знать, все равно об этом узнают. Ну, а мы вот сидим и гадаем здесь. Но, опять же, решать не нам для того, чтобы определять, что есть информация, которая имеет гриф ДСК. Есть соответствующие органы, есть соответствующие уполномоченные лица. Ну, а нам остается здесь, по сути, с вами лишь вот так догадываться и по крупицам собирать информацию. Какой вывод из этого всего можно сделать? Вывод прост. Если вам более 50 лет, то расслабляться не стоит. И пока официальных данных, официально нам не заявлено о том, что после 50 дней будут призывать, пока не изменили закон о воинской обязанности и воинской службе, соответственно, расслабляться не нужно. Соответственно, нужно быть готовым к тому, что вас могут призвать, в принципе, в любой момент. Ну, если у вас нет отсрочки, если нет у вас каких-то серьезных заболеваний, которые будут основанием для того, чтобы признать вас непригодным к воинской службе. Друзья, на этом у меня все. Если вы считаете, что данная информация была вам полезна, ставьте лайк, подписывайтесь на мой YouTube канал. Также приглашаю вас в свой Telegram канал. Ссылочка на него есть в описании к данному видео. Ну, а я традиционно пожелаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.